«Открытый окон», 30-й том, тема «Потеряевка», вопрос 4074. «Если в Потеряевке снова закроют школу, как перед ее разрушением, то где будут учиться тогда дети? Или люди начнут разъезжаться и останутся снова одни пенсионеры, раз и государство не понимает, что когда пустеет земля, то ее будут занимать другие народы?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «О завтрашнем дне кто что может сказать? Враги думают сотворить одно, а Господь посмеивается им. Так что уповаем на Бога. Что такое государство? Кто стоит у руля и кто издает законы? Чей кагал? Есть кто понимает разрушительную силу масонских законов, но есть и такие, кто видит беду, да не желает возложить все упование на Бога, а потому благие намерения остаются на бумаге. Вот уж совсем с неожиданной стороны поступает известие, что против закрытия школ выступает вовсе уж не благодетели христиан, говорит представитель коммунистов. На августовской сессии Краевого Совета народных депутатов должен был рассматриваться законопроект о малокомплектных школах края. Однако депутаты в основном фракции «Единая Россия» не проголосовали даже за включение этого вопроса в повестку дня сессии. Сегодня мы публикуем стенограмму выступления председателя комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Н.П. Даниловой, которая начала свое выступление со слов президента. «Малокомплектные школы финансируются из бюджета, и они получают большое количество денег, которые, в принципе, можно было тратить на качественное обучение», говорил президент, когда обсуждались вопросы законодательного обеспечения реализации нацпроектов. Но есть в стране такие места, где без малокомплектных школ просто не обойтись, и проблемы таких школ нужно решать в обычном режиме и не грести под одну гребенку. Сельская школа, как ни приспорно, отдана на откуп идеям рыночной экономики. Форсированный процесс закрытия малокомплектных школ идет без всякого понимания последствий, а ведь эти школы составляют золотой фонд отечественной педагогики. Они спасают малое поселение от деградации, духовного разрушения. Губернаторы Псковской, Ленинградской, Оренбургской областей уже приняли решение по сохранению сельских школ, как бы затратно это ни было. В маленьких школах учитель не просто работает, он живет жизнью детей. Сельский учитель воспринимает свою школу, как родной дом, где отдавать душевное тепло, так же естественно, как в собственной семье. Если главный аргумент сторонников закрытия малокомплектных школ – плохое качество знаний, необходимо подумать, как изменить это положение дел через включенность каждого школьника в учебный процесс. Обеспечение дуального темпо освоения каждым учеником учебного содержания на основе технологии коллективного способа обучения. Кроме того, подумать, как сделать менее затратным механизмом учения учащихся сельских малочисленных школ, чтобы качество преподавания в предметах в этих школах осталось высоким. Таким образом и разрешить проблемы организации деятельности малочисленных сельских школ. Закон, который мы вносим на ваше рассмотрение, касается сотен учителей и многих сотен учеников, а еще и множество самых отдаленных сельских граждан, которые и так-то держатся с последних сил, чтобы не плюнуть на все чертовой матери и убраться с этой обезлюдившей земли. Кстати, ваши коллеги по партии, в кавычках «Единороссы» Томской областной думы, инициировали принятие постановления о финансировании малокомплектных школ. Это стала реакцией законодательной поток обращений к ним учителей и родителей, руководителей и коллективов школ. Говорите о патронате, просите брать детей в семьи, чтобы у них был дом, а этих же детей и тех же приемных родителям должны отдавать чужой тете в интернаты, в другое село или город. Губернаторы приходят и уходят. Как же, так же, как и главы районов и депутаты, люди остаются или не остаются. Далее, как говорил Гамлет, тишина. Мы прекрасно понимаем, что, следуя интересам деревенской школы, внося региональный закон, мы приходим в противоречие с замыслами Министерства образования по закрытию 5500 малокомплектных сельских школ. Поэтому понимаем, почему в Александр Богданович дали отрицательное заключение на наш закон. Пусть оно будет для отчета, для той власти, которая не ведает, а может и ведает, что творит. Если говорить о проблеме малокомплектной школы, необходимо четко и ясно определить самопонятие, в кавычках, малокомплектная школа, что мы и сделали в нашем законопроекте. Но, на мой взгляд, оценивать малокомплектную школу как образовательное учреждение с определенным количеством учеников или классов не совсем верно, особенно с точки зрения стратегической безопасности России, сохранения ее на территории целостности. По большему счету, малокомплектная школа представляет сегодня присутствие государства в небольшом населенном пункте в большей степени, чем орган самоуправления, в котором жители села, деревни сталкиваются от случая в кучу. Со школой же ежедневно, в течение всего учебного года, да и за пределами учебного года тоже. Многие специалисты справедливо считают, что школа в большинстве сельских населенных пунктов является последним градообразующим предприятием, последней скрепой, удерживающей сельское население на месте после преступного разрушения колхозов и совхозов. Я считаю, что значение школы населения еще шире. Это государственное, государство присутственное и социоумообразующее предприятие. Это государство присутственное и социоумообразующее предприятие. Помните, с чего начиналось освоение Сибири, в том числе и Алтая? С возведения острогов и крепостей безлюдных, либо закрепленных коренным населением местах. Бийская, Белоярская крепости и другие. А что такое крепость или острог? Это знак присутствия в данной местности российского государства. Если с разрушением их на какое-то время прекращалось и присутствие российского государства на конкретной территории, то с полной уверенностью можно сказать, что мы сегодня тоже ведем речь о своего рода крепостях. Крепостях, видимого комплектных школ. О крепостях, символизирующих присутствие государства в данной местности. О крепостях, обеспечивающих сохранение грамотности, образованности и культуры данной группы сельского населения. О крепостях, обеспечивающих сохранение русского языка и русской культуры на фоне многочисленных и разнообразных экспансий на территории края. О крепостях, позволяющих жителям небольших сел сохранить свою общность, Как жители именно этого села и, что особенно важно, оставаясь ими связать и идентифицировать себя и данную местность с именем российского государства. Если мы не хотим и дальше убивать наши села и деревни, обезлюдивать все новые и новые территории, если мы не хотим, чтобы на этих территориях поселилась дикость и необразованность, если мы не хотим, чтобы на этих территориях исчезли русский язык и культура, а вслед за этим пришли чуждые языки, культура со всеми пагубными последствиями этого, мы обязаны сохранить малокомплектные школы. Их хватит, наконец, проявлять ложную и непродуманную озабоченность об экономической оправданности, прекращении деятельности малокомплектных школ в целях сохранения бюджетных средств. Рекомендую почитать западных социологов, которые давно пришли к выводу, что неполная занятость среди определенных групп населения экономически в разы более выгодна государству, чем полная незанятость. Это я говорю о так называемой незагруженности учителей малокомплектных школ. С учетом той роли, которую играет малочительная школа, можно смело сказать, что эти учителя выполняют наряду с должностными обязанностями еще и ряд особо важных государственных обязанностей по сохранению данного села для страны и для будущего. Им еще доплачивать за это надо, а не сокращать от количества учеников. И эту тему надо решить грамотно. Не надо считать, сколько учеников в одной школе, пусть даже два или три в классе. Давайте считать, сколько учеников дает малокомплектная школа краю, а это около 59 тысяч учащихся. И что такое научить грамоте и дать образование хотя бы одному такому ученику, как Михаил Васильевич Ломоносов. История государства российского показала. Я прошу вас, коллеги, рассмотреть данный законопроект, направленный во имя благо конкретных детей, реального учителя, вполне определенных родителей. Я прошу вас понять, что есть вещи сложнее сиюминутных. Да к тому же им не в их выгод и права ребенка на семью, и не на одиночество, а не на одиночество дороже и важнее денег, которые мы собираемся сэкономить. Поверьте, что нам немного надо приложить усилия, чтобы, сохранив, укрепив и оградив малокомплектную сельскую школу, дать людям, живущим возле нее, уверенность в завтрашнем дне. А люди это смотрят, как власть, то, если мы с вами сберегли все-таки деревенскую школу, еще кое-где природят, да и станет эта школа полнокомплектной, да и населят землю своими детьми, а потом и детьми своих детей. Уважаемый Александр Богданович, обращение к главе администрации края. Мудрость правителя состоит в умении предвидеть, лучше понести расходы в бюджете и сохранить малокомплектные школы. Причин для этого, думаю, привела достаточно, чем войти в историю с именем правителя, действия которого привели к пагубным для народа последствиям. И успехи, и неудачи народ святят с вашим именем. Желаю вам мудрости. Еще одно, Юрий Николаевич Денисов, начальник управления по образованию и делам молодежи. Для многих деревень замок на дверях школы, как последний гвоздь в крышку гробовка, в котором похоронят эту деревню. Чтобы вы, возможно, еще раз поразмыслили над этой аналогией, я хочу передать для вас предмет. Передала 200-миллиметровый гвоздь, который, может быть, заставит вас всерьез поразмышлять над этим. По скриптум. И какое же решение приняли депутаты по судьбе малокомплектных школ в крае? А все, как притчи о мышах, которые на своем собрании обсуждали, как обуздать кота. Решили повесить ему колокольчик. А кто повесит? Постановили решить в рабочем порядке. Премудрость Соломона. 12.5.6. Безжалостными убийцами детей и на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови, в тайных собраниях и родителями, убивавшими беспомощные души. В пирахом 33.12. Одних из них благословил и возвысил, других осветил, приблизил к себе, а иных проклял и унизил, и сдвинул с места их. С жене одной опасно пребывать, с законным мужем как-то расставаясь. Не про битье сказал, не про кровать, напомнил лишь историю из рая. Одна жена уже от рук отбилась и с посторонним лясы пустые разговоры болтала, вспоминала. Далась врагу на милость, развязка, смерть. Так поступили скоро. Дала Адаму тот незрелый запретный плот. Дала с тех пор и клянчить подаянием. А если бы плодом семье в углу, не оказался бы в могиле, в темной яме. С тех пор учить жене не позволяют, но быть покорной в послушании мужу. Не мопосанам тешится, не гнусными залями. А чтение романов всюду только хуже. Одной, но с госпитом дается эталон. Заботиться об угождении Богу. Легко и радостно сгибаются в поклон. Таких и дьявол не посмеет трогать. Сомнительно, вполне недостижимо. Земное бабье счастье без Христа. И это так. И при любом режиме детей рожать, воспитывать ее верстак. Живущая у Бога в послушании легко и мужу сможет угодить. Вернуться в рай. И змей не помешает. Не муж, а Бог у девы впереди. Мужчины часто дурачьет. Иное стадо, увидев женскую плотскую красоту. Не в пропасть кутизны, а в бездну ада. А надо бы отпрыгнуть с молитвой за версту. Разумели, как-то же в исламе. Чедрою занавесили мешком хиджабом. Мужья остались в похоти и дихими ослами. Имея четверых, щедро и жираю жадно. 2 декабря 2008 года. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.